здравствуйте друзья мы с вами в сеннивейли большая ну достаточно большая широкая улица называется мэри вот это не неплохие места как бы вполне приличные и вот дом на который мы сейчас пришли посмотреть светлана читает флайер и у нее замечательная школа то есть этот дом относится к купертиновским школам что мы знаем про технические параметры два бассера на 1603 скверфута так вот я не вижу ну идем посмотрим рот разувается сегодня день дождливый хотя вроде бы солнышко так но вы видите что мокро на асфальте последний там час вроде сухо значит эту дверь входная коридорчик и мы движемся по коридорчику ой прям деревянные двери пол паркет это же вот так строили в то время да увидите вот в комнате двери кое в комнате и в коридоре в одну сторону идет это говорит о том что так вот оригинально все и было ничего не достраиваем вот это классическая такая решетка для подачи воздуха да все такое я сказал оригинальненькая мы идем дальше по коридору идем по коридору тут много дверей так как-то немножко под углом вот этот туалет так он сужается немножко ой старенькая все мама родная так туалет ванна шкафчик с полочками так-так-так-так еще один бедро неплохой неплохой там может быть метров не знаю 10 может и больше немножко то есть паркет в одну сторону мы видим мы всем каналам наблюдают за этим паркетом который никогда в другую сторону не ходил ванная кривая да это неожиданно дом производит впечатление как будто он угловой но он не угловой тут я понял здесь довольно широкий въезд в гараж такой drive way широкий слушать а какое замечательное дерево растет у соседей прям все усыпано усыпано дерево усыпано все что свисает над забором все значит можно собрать это все твое народу много тебя идет в этот дом он пользуется популярностью ну что же мастер был там вот кривая стенка где вторая сторона ты посмотри как вот раньше строили вот эти раковинки такие смешные не уронить вот все такое деревянное настоящее пятьдесят шестого года дом ему 60 лет мой ровесник можно сказать ой такое все розовенькое для девочки это мастер да это мастер я согласен на пятьдесят шестой будут когда милика бумировала вообще конечно были хорошо жить baby boom и ручки спорные дом хорошие вот можно я вперед пойду ты меня загораживаешь так мы идем вперед значит вот еще раз это была входная дверь мы шли на право и жарки на право а теперь на право не валяйтесь лишь не разлиграют на работу столь теперь другую а значит тут у нас тут у нас такое место замечательное семейное вот я практически до камина добрался стою на кирпича к нам не здесь очень просторный бэк-ярд восемь с половиной соток участок это неплохо восемь с половиной соток пойдем глянем вот такой просторный действительно без дураков просторный бэк-ярд делай что хочешь можно бассейн откопать вот тут у нас кондиционер для всего дома деревья такие зрелые я бы сказал ну что же пошли внутрь обратно это такое помещение которое можно назвать кухней по идее это кухня доисторично это я таких никогда не видел что там у них вот эти вот шесть штучек внизу что это так ну-ка вот это историческая вещь вот это хотя на них нет какой историческая духовка ну ка открой ну открой ну можно кино снимали знаешь что мне кажется более современная чем все остальное компания китчен эйд или это китчен эйд или это китчен эйд или это китчен эйд ой хорошо окошки старые да друзья вот посмотрите как раньше сделали окошки это алюминий это алюминий тут это радио работает это у нас гараж на две машины нормально такой гараж слушать какой верстак обалденный верстак вот так раньше люди жили верстак полки хорошо вот там на крыше делается вот они американские чердаки собственно мы наверное весь дом уже и посмотрели и вот тут бойлер стоит горячую воду был у нас друзья со светланой возник спор что это за плоды света утверждает что-то лимоны ну лимоны ну пусть лимоны пусть не айва пусть лимоны но хорошо я же не против а там вот вот эти желтые что это это апельсины соседские соседские обидно это обидно значит площадь дома где-то 150 квадратных метров участок большой восемь с половиной хотят они за него полтора миллиона и что ты скажешь я хочу сказать что я очень люблю такие дома в которых ничего не было сделано которые можно переделывать и у него есть огромный потенциал для переделки утоплен на него гараж да можно выбрать вперед вытащить можно это можно все вытащить вперед передел гараж и стиралку и ливенгром так у него еще сзади можно сколько наворотить нет там не очень много места я посмотрела на просто глубоко очень сидит в этом месте она впереди оказалась да вот и шикарный дом я в этом смысле он мне нравится но конечно точки зрения того чтобы жить ним да он конечно не обретен ты совсем поэтому они просят в общем полтора миллиона не миллион девятьсот двадцать восемьсот когда старые окна здесь площади нет такой что платье в миллион восемьсот хотя школы хорошие школы хорошие но понимаешь этот дом 56 года я вот не знаю в какой момент поменялись стандарт это на то чтобы делать изоляцию в стенках вот я про этот дом не могу с уверенностью верни к там нету заготовки вот я не могу сказать есть или нет потому что не знаю в каком году потому что в доме 49 года не было да а 56 может в этот момент появилась какая-то изоляция может и не может вот поэтому конечно этот дом нуждается в некоторой работе хотя чисто внешне он производит приятное впечатление он чистенький такой аккуратненько некоторая работа света 1000 на 300 ну нет но он такой первозданный вот это мне нравится она горчит тут смотришь тебя есть ли у тебя вопрос а я говорю нет я говорю наслаждаюсь его первозданностью то есть изначально только крыши мы поменяли и все собственно